всем привет в предыдущей части мы провели большой комплекс работ кузовных работ по замене передней части этого митсубиши эклипса второго поколения виновников всего нашего сериала и теперь мы решили отправить его на пескоструйную обработку да конечно совсем нелогичное решение но заметили мы состояние днища не сразу это плохое состояние там много коррозии видимо покрыли его антикором по верх прям коррозии и было не видно и теперь в процессе разбора и работы с этим кузовом мы все таки обнаружили что много очагов ржавчин таких которых мы устранить вручную не можем и мы решили его отправить на пескоструй все работы по пескоструйной обработки я также сниму на видео и об этом процессе расскажу подробно так что подписывайтесь на канал и не забывайте ставить колокольчики чтобы у вас пришло напоминание о моем новом видео она будет довольно таки скоро но пока он ждет своей очереди мы занялись другим эклипсом кстати вот эти не знаю что здесь делают но эта массовка не ко мне а вот это ко мне ну и вот наш спайдер третьего поколения мицебиши eclipse на котором мы также поменяли всю переднюю часть весит процесс все кузовные работы идентичны тем которые мы проводили в предыдущей части кстати заходите по ссылочке предыдущая часть на работы со вторым поколением здесь они все те же самые мы отсверлили передний телевизор переднюю часть морды и приварили и и по точкам и и штатное расположение а а Ну а сейчас мы перенесемся к еще одному эклипсу второго поколения. О нем я упоминал в предыдущей серии. В конце, если кто обратил внимание, там стоял красный Г2. И вот сегодня мы начнем его тестировать. На нем также свапнута трансмиссия. Сначала его переделали с автомата, с переднеприводного автомата на полноприводную механику. Потом его переделали с полноприводной механики на полноприводный автомат. И вот сегодня мы на нем покатаемся, потестим его и посмотрим, что за нюансы и проблемы на нем вылезли. Так что погнали! Капот у нее не закрыт. Нет, ну лучше закрыт, наверное. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ты в курсе, что ты выглядишь на экране как торетто? Сидя в этой тачке? Он же не сидел в этой тачке Неважно У него нормальные тачки были, не то, что сделано Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну да Я ее даже раскрутить не могу Дальше сток, мозг, сток форсунки чего-то хотел Сток, клипс, самое то, что надо Примерно так и хотелось бы Но на механике на ней ездить было невозможно На автомате прикольно Надо Eclipse делать на автомате полноприводный эклипс на водах все стоило? да стоило ну мы бамперы не должны прикрутить а, конечно, справедливо ну заезжай, да? да даже еще это не эклипсис ну эти штучки, да, не соревнуют это G4 это чувствуется мощь вот в G4 так, ну, нажимаешь, нажимаешь что-то там бзи-бзи-поехало кстати, свой мотор 3.8 я также собрал так что, кому интересна его судьба и установка в полноприводный эклипс четвертого поколения подписывайтесь на канал скорее всего, либо сход развала нет, либо, что не может быть, у него блокировка передней оси на автомате не видел ну, у него странно какие-то вообще, он когда повороты подкусывает так у него зад подкусывает а, зад подкусывает? так кажется, значит, блокировка заискает да, я же сказал, там было сидит, скорее всего а ты заливали масло? в нее, конечно да упорно выкрути, а то ты сейчас не впишешься стой! ну, где он сломан ну, сейчас, да? ну, вот ты когда разворачиваешься, слышно подтормаживает колесо, да я сказал, что спирит Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok